Сквер на пересечении улиц Нартова и Бикетова знаком жителям советского района как памятное место со стеллой, участником войны и тружеником тыла, и как проходная зона в центре района и место для отдыха. Сейчас здесь появились новые дорожки, лавочки и озеленение. В пяти минутах ходьбы на улице Бикетова, 38, открылось большое пространство для досуга на любой вкус. Шахматисты заняли места за столами, увлечены игрой, другие дети играют на новых площадках, а пожилые люди наблюдают за прохожими, сидя на лавочках. В процессе благоустройства жители высказали свои замечания, которые к открытию пространств были исправлены. Были замечания со стороны жителей, с нашей стороны, как заказчика, замечания были со стороны главы города, он неоднократно посещал эти объекты, а все замечания устранены, и вновь предложения и пожелания, которые звучали от жителей, даже выполнены работой, которая не включала в себя смертная документация. Кроме красивых площадок и новых деревьев, для местных жителей остров стоял вопрос об устройстве ливневого стока, который у их домов отсутствовал. Во время инспекции хода производства работы именно на пространстве по улице Бикетова за центром Победы вышли жители ближайших домов и пожаловались, что с улицы Бикетова ливневые стоки идут, разуклонка неправильно делала, идут фактически в подвал и их заливает. В проектом не было предусмотрено устройство ливневой канализации, лотка ливневки, но подрядчик пошел на встречу за свои средства, сделал этот лоток, теперь эта проблема решена. Работу по благоустройству также оценили депутаты, которые на протяжении всего процесса ее контролировали. Сегодня действительно праздник для людей, которые проживают в советском районе, для людей неравнодушных, потому что действительно это такая вот серьезная работа, которую многие-многие люди ждали, собственно говоря, ну и работа выполнена достойно. За каждым проектом установлен в том числе депутатский контроль и в ходе реализации проекта выборочно проверялись объемы, качество работы. Но хочу сказать, что два данных сквера выполнены с хорошим качеством и я уверен, что долго послужат жителям города. В московском районе сквер на улице Куйбышева стал вторым пространством, которое открылось в районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отремонтировали и прилегающую придомовую территорию. По словам главы района, пространство очень популярно не только у местных жителей. Сейчас на данный момент мы видим, как после обхода с главой города Юрием Владимировичем появилась дорожно-тропиночная сеть из брусчатки, два детских игровых комплекса, площадка для воркаута и площадка для стритбола. Видите, что данное пространство окружает дома. То есть площадка очень востребована, все жители довольны. Тем более, кроме этого, все пожелания были у чтения жителей при обсуждениях перед тем, как благоустраивать. Сейчас необходимо поддерживать новые территории в порядке. Делать это необходимо вместе с местными жителями. Любое благоустройство дворового пространства предварительно должно быть с людьми согласовано. И вместе с ними необходимо решить, где детская площадка, где спортивная, где контейнерная, где какие-то элементы связаны с бытом, типа выбивания ковров, да, люди часто просят. И самое главное, это где прокладывать дорожки так, чтобы потом газоны сохранились красивыми зелеными. Ключевой вопрос, который сейчас вот возникает с главой города, с Юрием Владимировичем Шалобаевым обсуждали, это дальнейшее содержание данного общественного пространства в комфортных параметрах, чтобы люди приходили, не было мусора, чтобы было соблюдение правил общественного порядка. В Нижнем Новгороде на сегодняшний день по ФГГС работы завершены на треть. Планируется, что остальные пространства примут отдыхающих до дня города. Из 36 общественных пространств, которым мы благоустраиваем силами администрации города, 12 уже сданы. Я напомню, что в прошлом году, к этому моменту, не было сдано ни одного общественного пространства, поэтому темпы набрано хорошие, будем их поддерживать. Юлия Калинина, Время новостей.